Более сотни ребят со всей Владимирской области отдохнут в военно-патриотическом лагере. Детско-юношеская смена Мещерские зори открылась в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района. Для области это первый подобный проект. Лагерь организовал благотворительный фонд «Вымпел» и его президент Эдуард Бендерский. В честь 40-летия создание спецподразделения, имя которого носит общественная организация. В открытии лагеря принял участие и председатель области парламента Владимир Киселёв. Видите, что лихорадят комитет по делам молодёжи, там постоянно меняются руководители. Никак не выйдет на нормальную работу. Поэтому, безусловно, мы где-то, наверное, с полгода назад с Эдуардом Итальевичем беседовали. И, в общем-то, пришли к выводу, что нам не просто необходимы такие военно-патриотические мероприятия проводить в Владимирской области. К слову, в Уршельском усилиями фонда уже открыли кинотеатр, банно-спортивный комплекс, благоустроили парк. Особое направление работы «Вымпела» — патриотическое воспитание молодёжи. Полгода назад, по словам Эдуарда Бендерского, на встрече с Владимиром Киселёвым у них родилась идея организовать лагерь для ребят. Родилась идея провести такой более-менее масштабный слёт большим количеством детей. Здесь сегодня присутствует, по-моему, 100 человек, 100 ребят со всей Владимирской области. Родилась идея провести это мероприятие, чтобы дать правильный посыл подрастающему поколению, дать какие-то новые навыки, дать новую информацию, как нам кажется, полезную для них. В течение пяти дней отдыхающих школьников от 10 до 16 лет ждут спортивные игры, квесты, просмотры фильмов, настоящий поход, занятия по армейской подготовке и встречи с интересными людьми. Здесь предполагается большое количество и спортивных, и творческих, и развлекательных, и военно-прикладных дисциплин. Встреча с известными актёрами. Завтра Гоша Куценко прилетит на встречу с детьми. Послезавтра приедут ребята и привезут единственный кубок ФИФА, который Российская Федерация по футболу завоевала. Это команда по пляжному футболу. Одним из самых интересных событий первого дня смены стала выставка техники. Её используют в работе оперативники ФСБ. Ребята смогли вблизи рассмотреть специальные бронемашины «Викинг» и «Фалькатус». Спецтехнику оценил и Владимир Киселёв. Спикеры облпарламента рассказали о тактико-технических характеристиках бронемашин, их возможностях и задачах. Почти полный комплекс комплектующих российского производства. Машины покрыты передовой бронезащитой высочайшего класса, позволяющей остановить выстрелы любого стандартного стрелкового оружия. «Викинг» и «Фалькатус» способны развивать скорость 170 км в час даже по бездорожью. Это неудивительно, ведь в разработке шасси бронеавтомобилей участвовали инженеры КамАЗа. Оба автомобиля серийные, применяются на Северном Кавказе и в Сирии. Участников смены техника тоже впечатлила. Выглядит всё очень масштабно. Стояли классные военные машины, которые показывают значимость военной техники в России. Показывают всю силу, боевой дух. И хочется верить в нашу Россию, в нашу Родину. И даже участвовать в этом всём, отчасти как-то мотивирует больше крутиться в этой среде, в военной среде. Может быть, связать свою жизнь в будущем с этим. Это очень интересно. В лагерь приехали более сотни школьников из всей Владимирской области. Открытие военно-патриотического лагеря отмечают участники-организаторы. Это действительно значимое событие для региона. После того, как форум «Территория смыслов» сменил адрес, молодёжных мероприятий такого масштаба в регионе не проводилось. «Территория смыслов» сменил адрес. «Территория смыслов» сменил адрес.